Послание во всем Новом Завете. Давая характеристику тогдашних прихожан, приходящих и вообще нещих от церкви, он находил, что главная, отличительная черта людей, которые не войдут в число спасенных, они отделяют себя от единства веры. Какой веры? Вопрос-то надо разобрать. Какой веры? Во что? И дальше он начинает делать заброс в прошлое. А посмотрите, высшие люди из Египта, радостные были, ликующие, вырвались из пленок. Я думаю, как приветствовали в Израиле рождение первого мальчика, которого убивать не надо. Всех до одного убивали. Вот рождается мальчик, все, приходит с пустыми руками из роддома. Это ни одна власть этого не делала, что сделала Параон. И вдруг все забыто. И Господь говорит, и они не вошли за неверие. Не веряя во всемогущество Божие, в Божий промысел о нас, что Бог даёт только самое лучшее, стали роптать. Над Богом, как над малым ребёнком, стали смеяться. А может ли Бог это сделать? А может ли он сбросить себя с крыши, и чтобы не упасть? Это дьявол всё это делает. Это люди, отделяющие тебя от единства веры. За единство веры в церкви идёт борьба постоянно. Быть всем вместе, не разделяться. Вот, наконец, 1054 год. Католицизм, западная церковь, восточная православие. За все стали говорить, а восток это спасительное, а мы на востоке. Вот малые дети. Спор идёт-то не о вере, а о частных мнениях. А при том, частных мнениях по-разному понимали святые отцы. Притом, самые близкие друг к другу понимали по-разному. Никто из-за этого не осудил. Единство веры заключается в том, чтобы верить в воскресение Иисуса Христа. А это означает и предваряющее событие, что Он сошёл на землю, Он взял на Себя грехи наши, зашёл на Голгофу, Он умер и воскрес. Об этом единство веры. Нас не может соединить вера два перста или три перста Никон. У них никакого понятия даже не было в единстве веры. А вот все, чтобы должны Никон в один день повернуть, и чтобы было единство. Но я не согласен. Я верю, что надо двумя перстами креститься, рубить пальцы ему, сжечь руководителей, кто так понимает. А то есть за единство веры всё делалось. И всех несогласных казнили, когда приходил другой император, как сын Константина, который называют Раноапослаждан, Констанций пришёл. Он уже был юритик. И всех, все наши православные стали арестовывать из нас. Для чего? Чтобы государство было цельное, единое, единая партийная система, не согласных всех в тюрьму, в гулаг. Это не сегодня. Единство должно быть в вере во Христа. Он говорит, ангелов, которые на небе были, они не сохранили достоинства в единстве. Бог сбросил их отсюда. Это он всё примеры Иуда даёт. Значит, наше единство не в перстах. Наше единство не в календаре, а то старый стиль, новый стиль. Это всё сатана придумывает. Сначала разделяя и властвуй. А теперь под видом единения давайте все придём к единству. А какой? В третьем Соломоновом храме, в один храм придём. И вот там будет сидеть, выдавать себя за Бога. Немного богов. Один Бог. Бог ощутимый, зримый. Его видно будет. Как враг мутит людей. А по слову-то Божье единство заключается очень простое. Верит, что Сын Божий, сошедший с неба, равен Богу Отцу. Что Он умер за наши грехи. Иуда вообще ничего больше не имеет в виду. А сегодня почему только не определяют человека? А мы не единые верят. Единые. Если у нас есть страх Божий. И такое единение апостол Павел говорит о воскресении из мёртвых. Они говорят о новых божествах. Они воскресение стали выделять в отдельного Бога. Анастасиус. Послание к Ифисянам. 4 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, доколе прийдём все в единство веры. А как раз об этом и речь идёт, что в единство веры. А в чём оно? И познание Сына Божия. В мужа совершенного возраста, в полную меру возраста Христова. Чтобы мы преобразовались в образ Христов. И тебе некуда будет смотреть, проверять другого в вере. Ты веришь, что Сын Божий сошёл на землю? Да, верю. Аллилуйя. Мы единодушны. Всё. Чего ты пытаешь? Одна воля, две, три, четыре. Это всё сокрытое. Мы в этих вопросах исповедуем, потому что мы православные. А ничего не знаем. А сказать, а ты уверен? Не уверен. Я твёрдо, абсолютно уверен, что Христос совершил Пасху на пресных хлебах. Первое причастие на пресных. Сделали квасным. Ну я на квасным, потому что я православный. А католики на пресных. Они правее нас. Люди говорят, вход в церковь должен быть сознательным. Нет маленьких детей всех по кресту. Ну у нас так принято да. Ну правильно, когда человек сам уверует, когда приведут его. Ко мне приезжал священник один. Может, не без моего ведома он стал священником. Был в сектантах. Потом мы встречались. Встречу первую. Господь так сделал, что сердце его поднулось, обратилось, потом принял крещение. А внутри-то всё осталось у него. Как он исследовал Слово Божие. С ним ничего нельзя сделать. Он любит Слово Божие. И дети его любят. Он из баптистов. Его дети выросли. А он их покрестил всех, раз он священник. А они всё это слышат, и отцу говорят, папа, почему ты нас лишил? Мы не можем сознательно принять крещение. Какого акта ты нас лишил? Ну мы православные, мы смирились, дочери священников. А всё равно передо мной, представьте, люди, которые принимали в зрелом состоянии крещение, как они это понимали, как они готовились, как трепетали, ждали. Они это понимают, мы православные не понимаем. Он это сказал, был у меня здесь, приезжал. Он православный священник, на хорошем счету архиереев, и высказал, когда это, печаль. Он уехал, а печаль со мной осталась. Детское крещение это очень хорошо. Хорошо, когда оба родители крепко, крепко верят. А когда этого нет, он приходит в возраст, нагрешился, по всем параметрам греши. Так это стадии христианина ты себе делал-то. Тебе не хватит и пяти семьи, два пожизненных срока не хватит. А мы этого человека считали христианином. Значит, доколе придем в единство веры, и оно будет в единство веры, в мужа совершенного, в Христа, когда мы будем расти. Вера наша, она бесплодная, если делами не подтверждается. И мы каждый день должны, даже не желая этого, людям показать, а у нас намерение высшее. Мы в полный возраст идем, церковь что взяла? В полный возраст. Все воскресли в 33 года. В полный возраст Христов в 33 года распятый был. Это проще всего на меня никак не является. Я воскресну в 32 года или в 33. Ну, что от этого меняется? В полный возраст Христов. Христос, когда уходил, о чем говорил? Ладно, идите, пропадайте, и вам. Это все скрыто. Я вам неоднократно говорю, есть, ходят, по милу, называют и ягодисты. Каждый обязан 10 часов в месяц отдать на благовестие. Каждый больной, слепой, хромой, парализованный 10 часов. Врач придет укол, а вот это не хватает его западов под разными видами и говорим о Иегове, о Боге. А дальше, дальше у них по степеням идут, и которые уже совершенства достигли, каждый месяц 140 часов. Свидетельство, 140. Вы не забывайте, что государственная норма в неделю 41-часовая неделя. 41 час работает. Ты умножь, это практически он отрабатывает все, что мы должны на производстве. У него что, две жизни? Значит, это означает, он и на работе свидетельствует. А они все работают на простых работах. Вот сейчас главный здесь и ягодист, Михайлов, допустим, ему сейчас сказали, голосовать будем, Да я не хочу. Ну, проголосуем. Избрали губернатор, он не пойдет. У них правило не идти в руководящего. Они работают на самых низких работах. Они самые нужные люди. И все понимают самобыстро распространяющиеся секта. Это все исследователи говорят. Ну и посмотрите, почему? Потому что Слово Божие. И они к единству пришли через отрицание. Все религи и наше православное все от сатаны. Они даже не христианское секта. А пример-то взять можно. Поревновать-то можно. Почему? Когда одна дочь сказала матери, говорит, ты, мама, ни о ком плохо не отзываешься, наверное, спроси тебя характеристику на сатану, и ты тоже бы дала ему хорошее. Ну, вроде посмеяться. Она говорит, а у него тоже есть чему поучиться. Ему неустанности. Сто раз и он с неудачей подойдет, на сто первом все равно захватит. Он день и ночь будет подбиваться, чтобы только человека свихнуть. Значит, можно научиться. Итак, в деяниях апостола собрались апостола 15-25 и говорит, собравшись, они единодушно рассудили послать к ним Варнава и Павла. И они пошли Варнава и Павла и принесли это письмо. Но письмо они не просто в то место, где они были в Антиохии. Они к нам пришли. Единодушно рассудили прислать, а мы их примем. А если примем, надо считать, что они пришли не просто пообедать, а у них послание с собой было. Послание все наши каноны 760-713 все заключались в одном предложении. Не есть крови, а нам как раз этого не сказали. То есть строго кошерная пища должна быть. Где примесь крови, где птица убита током, покупаете, где колбаса в рот не берите. Почему? Первый Собор Апостолов был. Указал воздержитесь от блуда. Понятно? От блуда что? Не только не венчины, а когда при живых жёнов снова венчают и в блуде всё есть. И не делайте не ешь и доложертину и не делайте ближнему с чего не желаете себе. Всё, здравы будьте. Закончилось. Вот оно единство веры. И они дали вот эту программу не только на один день. Это на целое тысячелетие вперёд. Единодушно все до одного апостола подписались под этим возглавием. Оно ведь не дошло до пти. А как персты? Это, наверное, дорога ехали и крадущие подписывали туда. Как персты? Какой календарь? Ну и на чём люди расходятся-то? А если не так, это не наш человек. Да любому я докажу, что вы спорите о чём, это недоказуемо. Два или три персты, я скажу, не два или с одним. А кто говорит? Ангел Каус. Первые христиане, выходя на арену, поднимали перст. Кристос Рыгна, Христос Царствует. Он один. В мире много божеств, мы показываем пальцем один. Кто одним пальцем сегодня крестится? А какой календарь? Да тот и другой неверный. Правильный календарь, самый правильный, это лунный, который указан в Библии. А Иисус с одной или с двумя? Не с одной, не с двумя, а полторы. Почему? Да есть И и называется краткое. Краткое, то есть оно обрублено или краткое. И Ешуа, и краткое впереди стоит. А столетия воевали над этим. Да какое же это единство веры, когда на полбуквы не могли сойтись? Даже не по букве, а на полбуквы. Это какими надо быть буквоедами? А причина в чем? А он говорит, это люди душевные, не имеющие духа. Да как же нет? А как они живут? Духа Христова не имеют. Да они же умирают и сжигают. Они такие крепкие сами себя сжигали, не имеющие духа. Это осталось на сегодняшний день. Ты ищи главного. Сегодня, конечно, много разных сест, и мы должны узнавать, кто он такой, как он верит. Вчера я уже лег спать, уснул. Братья меня встречают, там звонят. Труппу понимаю, кто из Литвы. Просчитали там про нас, одна больная. Ну и я уже спрашиваю. Я не знаю, наверное, не меньше полчаса она. Уже я забочусь, что ты много денег, платишь, да нет, нет. А она нашла, да как вы живете, да, наверное, святая, да, ну начала. А кто ты? Католичка. Ну у ней такой ревностный дух. Видно, что я не могу найти людей, которых бы, на благовестии, видимо, нет. Как далеко люди слышат, когда хоть что-то маленько делаешь. Я никогда не думал, как у нас, хотя я там был в тех местах, и что там будут звонить, искать, если было чуть поближе, я бы к вам приехал, а на один год только моложе меня. Больной человек. На коляске сетянава приехала, чтобы побыть вместе, чтобы вместе насладиться. А где? В лечебных письмах прочитал, это другое дело в нашей книге, там почти ничего нет. То есть, души людей тоскуют услышать о чистоте веры, о ревности, об отдаче Господу. Филиппийцам 1.27 Православным никогда этот стих не давали, не дают и не будут давать. Я считаю, этот стих разрушает все сегодняшнее православие полностью. Апостол Павел говорит так, стойте в одном духе, к чему Иуда призывает, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, ни православную, ни старообрядческую, ни католическую. За веру евангельскую. А как сказал евангельский, а мы что, баптисты? Они так называются евангельские, христиане-баптисты. Евангелие означает по Евангелию, не почитал. Стихтан-то тут ни при чем. В ни церкви нет спасения. Мы должны добавлять сегодня. Итак, это люди, отделяющие себя от единства веры. Да это же мы. Это же о нас говорится-то. А мы, католики, от нас отделились. Я с первого дня спрашиваю, как могли они от нас отделиться? Когда их, допустим, 10 человек, а я один, от меня все 10-9 отделились, а один остался. Вся дивизия, говорит, немного, один я в ногу иду. Так не бывает. Причина-то, в чем заключается? Не за веру евангельскую, не католики, не православную. Обилие за естества, от кого Дух Святой исходит, от Отца и Сына. Я уверен, просто, по слову Божьей, что и от Сына, не только от Отца, но я православный, я читаю и верую, как есть. Но за то, что я говорю, у меня есть убеждение согласно Слову Божию, не доказать, я тебе докажу в течение одного часа это. Я уже как будто какой-то враг. Я исповедую православную, все. Но у меня, может быть, хоть маленько-то в голове что-то. Не просто так люди отошли. Писание говорит, Христос говорит, я пойду и пошлю, ничего больше доказывается. А в другом месте написано, я умолю Отца, и пошлю Духа Святого. А значит, от Отца и от Сына спорить-то вообще не о чем. Будьте единодушны, филиппинцам 2.2. К этому нас призывают они. И единомысленно, да как-то сколько голов, и как мы можем единомысленно, а говорит, в чем единство веры? И если у нас единство с верой апостолов, эти вопросы-то надо задать, исследовать и ответить. Мы хотим быть единственными с апостолами, или с Антонием Пустынником, с Герасимом, который на льве возит воду, и тем прославился. Да, собственно, не он прославился, а лев. Что он смиренный такой, не съел его. Кефесянам 4.5. Один Господь, одна вера, одно крещение, значит, в чем? По слову Божию. Все слова взяты из слова Божия. Значит, один, хоть я в это верую, и он верит. Одна вера, вера, ну, чтобы старше нельзя спастись. Это входит сюда. Слово вера только в Новом Завете встречается 183 раза. Все, нелегко, статистику вывести, компьютер помогает, и надо укрепиться в этом. Не по-нашему будет, а как Господь указал к римлянам 10.17. Отчего вера? Вера от слышания, от слышания от слова Божия. Единственное, значит, от слышания, от проповеди, от слова Божия. Если этого нет, ну, как мы можем быть единым? Да, ревностный человек. Ну, ревностный, но не по рассуждению, не по рассуждению. Значит, этот человек не имеет духа Божия. Галатам 1.23. И апостол Павел постоянно подчеркивает разница моей веры, когда была, был там я, и какая сегодня. В чем разница нашей веры? Вот до тех пор, пока мы не считали Писание, пока не стали мы поистине христианами, крещенными, и до этого нарисует две графы и напишет было, стало, было, стало. Безбожники такие исследования делают, притом на мировом уровне. Пишут, считалась одна графа в действительности, на одной стороне считалось, что если без животных жиров, то человек погибает, у него не хватает белков, дальше, в действительности найдены целые народы, которые никогда мясного не ели. Ну, и начинают, считалось в действительности, потому что ради немощи желудка Павел разрешил пить вино, ну, необходимое лекарство. Дальше, в действительности есть миллиард мусульман, которые в рот не берут вина, и желудки их выше нашего работают. Наши желудки это больнее как раз от того, что пьют, а не от того, что не пьют. Галатам 1.23 и Фессианам 1.13 В нем и вы, услышав слово благовествования вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Духом Святым. О Духе Святом сказано много. Священник, когда крестит, и печать дара Духа Святого, печать дара Духа Святого, крестит веки, все, а имеет ли он печать, где запечатлены через слово услышавшие от нас предваряющие события, как и услышать Клово Божие, уверовать, и Дух Святой в это время запечатлевает. Вы сами решите, вы уверовали, сознательно приняли Христа как спасителя, вот это и есть истинное запечатление в 1-м послании Фессалоникий 2.13 Вы приняли от нас слышанное Слово Божие. Не как Слово Человеческое, каково оно в действительности и есть. И Слово Божие. Не от того, что прочитал какую-то газету или сказал человек, не знающий ничего. Вы цинили слышанное Слово Божие. К Слову Божие отношение должно быть не как к газете, а как поистине исходящее от Бога. Это Бог нам здесь написал. Я открываю Слово Божие. Словом Божиим надо пользоваться очень аккуратно. Нигде попало сказать. Второе послание Петра 3.14 Есть люди, которые извращают Писание, как Петр превращает, как и прочее Писание. Тогда мы придем в единственная вера, когда они будут превращать. А кто превращает? Все до одного сектанта. Значит, уже единственная вера не может быть согласно этого стиха. А как правильно понимать? Как понимают святые отцы? Евангелие от Луки 24.45 Тогда Господь отверз ему ум к уразумению Писания. Единственное нет. Как прийти? Вот собрались Никона в вакуум, или сейчас зарубежная и патриархийная. Вывод только один. Господи, открой наш ум к уразумению Писания, чтобы они на кого понимали. Этой молитвы это не было. Литургия была, батюшка говорит, идут на обед к архиереи, то есть с собой тащат эту икону. А врата возвращается, опять икону тащит. Только взахаришься. Да где же такая-то вера, то есть две иконы. А то прямо явно, что верят больше то, что перед глазами, а не то, что на небе. Икону за собой в столовую тащат. Поели, обратно ее притащат. 1 Петра 3.8 Будьте единомысленны, сострадательны, единомыслие достигается жизни во Христе. Когда люди бесплодны, а Иуда дальше говорит, это люди подобные деревьям дважды умершим, осенним, бесплодным. Если человек живет невнимательно, ненастороженно, единство никакого не может быть. Он все делать будет по-своему. Вы по-малому смотрите. Вот сказано у нас, за 7 минут мы приходим, начинаем молиться. Закончилось. Нет? Уже все заходят в другую сторону, человек побежит куда-то, ну, 7 минут подумаешь и оцепь. Это опознание тебе считается. Единство вверх отличается во всем, что у нас есть. Правило правильно принято, правильно. Ты не старайся выделиться из этого. Кремленам 12.16 Будьте единомысленны, единодушны, невысокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Смирение абсолютно во всем. Вот тогда мы будем в единой вере. Риммном 15.5 Бог додарует вам быть в единомысли между собою по учению Иисуса Христа. Вот и все образец-то, оригинал-то нам дам по учению Иисуса Христа. А если не по учению Иисуса Христа, мы спорить на каждом шагу будем. Нам никогда не соединиться. Я не говорю о постах, о продолжительности, вообще ни в чем. Я неоднократно вам говорю о людях, которые здесь в городе Иритикин, и у них такие правила, вас некоторых не трогают. Просто появятся, отметились воскресенье и ушли. Активность не возрастает. Ты можешь даже не приходить, но ты отдельно поставь задачу, сегодня я с кем-то, со своими, с близкими, я выйду в город, обязательно пойду свидетельствовать. Возьми, раздавай пригласительный, нам есть куда приглашать. Но их нету. Второе к Коринфянам, 13-11. Будьте единомысленны, даже мирны. Из единомысленной происходит что? Мирность, смиренно-мудрее, но если каждый будет стараться выше другого быть, не подчиняться. Какое же тут единомысленное? Ты можешь опровергнуть, ну давайте в один из них сядем, откроем устав наш, ну то, что требуется здесь, и скажи, а я желаю вот так, докажи, что это лучше. Если ты не докажешь, сразу заранее поставь правило. Десять лет я встанье раскрою. Вот допустим, вздумали герб страны заменить. Голосование не прошло, все, в следующий раз поднимать этот вопрос через два года. А не так, не получилось, а завтра, послезавтра буду лезть. Ты сгниешь, тебе они не останутся. Государство, неверующее, и это понимают, должно быть единомыслим. Единомыслим должно быть через убеждение, убеждение от Слова Божия. У нас может быть какое-то разномыслие, понимание, и чтобы искусные были выявлены. Но это не в главном. Деяние 15.5. Тогда восстали некоторые с фарисейской ереси, уберовавшие, и говорили, что должно обрезать язычников и соблюдать весь закон Моисеев. Вот я сейчас говорю, представьте, это в храме, при том, в большом храме. Это храм, мысленно я разбегаю на всю вселенную. То, что я говорю, почти ни один священник не согласится. Но у нас так принято. Ты посмотри по Слову Божию. По Слову Божией единомыслие должно быть. Апостол к этому призывает. Нет единомыслия. А владыка так не говорит. Ему показываешь на правила. А епископ не так говорит. Верят в епископа. Но верят как? Боятся. Ты не должен иметь никаких авторитетов выше Бога. Божье Слово сказало, все. И не подчинюсь. Да, я буду подчиняться в пределах, где еще смерть не грозит. Исход 4.12. Итак, пойди, говорит Господь, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. То есть, вот эти слова мы должны услышать от Бога и так и ответить. Господи, будь при моих устах, чтобы мы были все единомысленно. Мы-то тоже здесь не все единомысленно. И где начинается самый небольшой какой-то ропот, маленькое недовольство. Проходит короткое время, человек отпадает. Почему? Они по Слову Божию. Тех, которые были у нас, люди отпали, ни одного не было, которые сказали бы, а вы вот здесь нарушаете по Слову Божию. Вообще нет. Мы-то имеем о них сведения. Куда они ушли? Они ушли вообще все потеряли. Ушли в секты. Поэтому храните то, что имеем. Имеем мы единство по Слову Божию, его нужно укреплять. Оставайтесь на занятиях. Спрашивайте, какой успех ходили люди благовестовали. Видите, приходят люди новые на занятия. А от тебя никто не придет. Это Слово Божие. Итак, единение наше вокруг Христа, как ягодки, виноград, кисти на лозе. И тогда мы можем надеяться, что в нас будет единство Духа и в Духе Святом. Аминь. Аминь. Аминь.